Переработка и сортировка мусора – единственный цивилизованный способ обращения с отходами. Без этого ресурсы, извлеченные из недр, выпадают из производственного цикла. Как сортировать мусор и зачем это делать, я расскажу прямо сейчас. Сортировка отходов – трудоемкий процесс. При этом на многих мусороперерабатывающих предприятиях он до сих пор осуществляется вручную. На вторичную переработку идет пластик, полиэтилен, картон, бумага, резина, запчасти от бытовой техники. Чтобы не держать дома несколько мусорных ведер, стоит складывать вместе макулатуру и пластик, стекло и алюминий, а на пункте приема уже рассортировать их. Перед тем, как отправить мусор на сортировку, его нужно подготовить. Например, пластиковые бутылки. Неважно, какого они цвета – зеленые или прозрачные, синие или голубые. Главное, чтобы с бутылки была снята этикетка и крышка. А сюда мы выкидываем крышки. На пункте сортировки мусора, пока что единственном во Владивостоке, вам помогут в обращении с отходами и покажут, в какие контейнеры разместить. Кроме того, в пункте установлен специальный информационный стенд, благодаря которому жители могут узнать о важности раздельного сбора мусора, а также о переработке вторичного сырья. Мы направляем это к себе на сортировочный комплекс, где происходит подпрессовка, то есть разделение уже более глубокое, подпрессовка вот этих отходов. И все поступает на склад готовой продукции. А со склада готовой продукции уже профильные компании, каждая, которая занимается своим направлением, то есть пластиковые отходы, отдельно отходы бумаги, бумаги картона, жестяные банки, алюминиевые банки. Каждое предприятие, которое специализируется на том или ином отходе, но приезжает и забирает эти отходы уже к себе на глубокую переработку, где она уже из отходов делает вторичное сырье, либо готовую продукцию. Бумага может быть переработана 5-7 раз. Из пластиковых бутылок делают ковровое покрытие, утеплитель, синтетические материалы для производства одежды и многое другое. Стекло может быть переработано неограниченное количество раз. Крупнейшее предприятие, которое работает на территории Приморского края, это картонный комбинат, наш уссурийский картонный комбинат. Они забирают картон, гофрокартон. Мы сотрудничаем также с хабаровскими компаниями по приему бумаги. Надеемся, что в ближайшее время в Приморском крае появится. Что касается полиэтиленовых отходов и пластика, это русская полимерная компания, тоже приморский переработчик. На сегодняшний день у нас не решен вопрос в Приморском крае по переработке стекла. Поэтому сейчас мы заготавливаем большие партии стекла и отправляем уже в центральную часть России для переработки на соответствующем предприятии. Электроника перерабатывается на компании Кастар Технологи. Она специализируется и на люминесцентных и ртуц содержащих лампах. Сегодня разрабатывается программа по внедрению раздельного сбора отходов непосредственно в домах. И со следующего года она будет поэтапно внедряться. В ближайшее время будет закуплено 20 тысяч контейнеров. Со второй половины 2020 года будут закупаться контейнеры для раздельного сбора мусора. Но собственники многоквартирных домов могут не ждать у моря погоды и самостоятельно установить себе подобные контейнеры. Для этого необходимо принять решение на общем собрании собственников, а затем обратиться в компанию-оператор для заключения договора о вывозе отходов. По нацпроекту «Экология» к 2024 году 60% мусора в Приморском крае должно идти через сортировку, а 13% через глубокую переработку производства вторсырья и готовой продукции. И важно понимать, что успех данного проекта зависит от каждого из нас. Сделать нашу страну чище и цивилизованней можем только мы.